Всем привет! Вы на канале Климен, с вами Игорь Климен. Садитесь поудобнее, давайте расскажу вам, что происходит в моей жизни. Я заебался быть предпринимателем. Я никогда не планировал, что я прям буду делать упор прям на бизнес-бизнес. Я всегда хотел заниматься творчеством, заниматься какого-то рода экспериментами. Одним из таких экспериментов как раз-таки стало вот это производство бренд одежды и все, что мы делали последние два года. Началось еще с того, что мы решили сообразить с Димой Набока это производство на дворе. Как вы уже многие, наверное, видели, помните, в первое время у нас удавалось находить какую-то гармонию. У производства не могло быть два руководителя. Получилось так, что ответственность руководителя в какой-то момент времени взял на себя я. Дима был больше направлен на творчество, а мне было все-таки интересно в рамках реалий какого-то проекта Коплюна БМВ поработать с цифрами, настроить этот весь процесс, сделать так, чтобы он был прибыльным, чтобы он развивался, чтобы он рос. И, в общем-то, так оно и получилось, что в какой-то момент я взял на себя ответственность за развитие этого производства. А сейчас получилось так, что я не справляюсь с этим. До определенного момента у нас было примерно так. Производство требует определенное количество денег в месяц. Записывайте. 120 тысяч аренда. У нас сейчас есть три швеи. Каждая швея, условно, шьет месяц примерно 200 футболок. То есть это 600. За каждую из этих футболок я плачу в среднем 200-250 рублей. Допустим, 250 это примерно 150 тысяч. То есть уже 270. А мне нужно производить эти изделия, потому что если я буду производить меньше изделий или я буду производить медленнее вещи, то стоимость аренды на каждую футболку будет расти. То есть вот эти 120 тысяч, они входят в стоимость каждой из этих 600 футболок. Соответственно, если мы сделаем не 600 футболок, а 300, допустим, то на каждую футболку ляжет в два раза больше цена аренды. Соответственно, мы заработаем меньше. И есть определенная математика, есть определенная необходимость производить определенное количество изделий. Плюс ко всему, я не могу удержать людей без работы, которых я нанял к себе. Для того, чтобы они зарабатывали то количество денег, которого они достойны, вынужден давать им работу. Ну, как вынуждены. Такие условия игры. Просто за то, чтобы собрать футболки, вот, 150 тысяч. 600 футболок запринтовать, это еще 150 рублей на каждую. 150-200, ну, допустим, 150. Это еще 90 тысяч. Итого получается уже 360. Раскрой. Чтобы раскроить каждую футболку из этих, нужно 50 рублей заплатить раскроющику за каждую футболку. По 10 рублей за деталь. Два рукава, перед, зад и горловину. То есть, это еще получается плюс 30 тысяч. Это уже 390 тысяч. Это мы говорим просто про работу, допустим, вот, работников прям. Допустим, есть человек, который проверяет качество этих изделий, который отпаривает все, просматривает на брак, не брак, упаковывает все это. И, соответственно, вот, занимается контрольным качеством. Это вот примерно еще плюс 1040 месяц ему на зарплату. Есть точнее. Руководитель производства, который занимается закупками, составлением очереди, почетом зарплат, отправкой всех наших вещей и так далее и тому подобное. Это еще туда же 50 тысяч. Это уже 480 тысяч, насколько я помню. Коммуналка. Только коммуналка 20 тысяч. Уже полмиллиона добралось. И сам прикол, то, что это еще далеко не все. Вот просто для того, чтобы пошить одну футболку, вот именно такого качества из этих материалов, кусок ткани на одну футболку, вот просто куски ткани, они стоят примерно в первый год нашего производства. Это стоило 500-600 рублей, когда мы только начинали производство. И тогда наша математика сходилась. Сейчас этот кусок ткани стоит от 800 до 1000 рублей. Просто из-за всех вот этих вот приколюх с границами и прочей всякой хуйней. То есть 600 мы умножаем на 800. Это еще плюс 480 тысяч, которые мы прибавляем к нашим 500. Это только ткань. Туда же нитки, тоже 10-10-15. Еще расходников, краски-некраски, прочей всякой хуйней и так далее. И вот условно для того, чтобы мне заполнить производство, в среднем в месяц требуется каждый раз закладывать сюда лям, минимум. В среднем лям 100, лям 200, типа такого. Это для того, чтобы производство было успешным. Так как маленький бренд и продажи первое время у нас были не такие большие, у нас стоимость вот этих вот как раз таки аренды, расходников и всего прочего, она составляла большую часть от стоимости изделий, потому что мы не делали такое количество вещей. За первый год самый лучший вес, который у нас был, мы там сделали условно где-то 300-400 футболок на трейшвей. Потому что мы сначала выходили на скорость, плюс ко всему, ну ладно, если бы это были постоянно одинаковые изделия, так они же еще разные, на все это требуется время, для того, чтобы тот раскроил, тот запечатал, только потом швей начинают шить и так далее. Ну короче, были свои процессы отладки. Мы довольно хорошо стартанули как бренд, как вот именно второй бизнес. Мы довольно хорошо стартанули благодаря, видимо, тому, что вам нравится мое творчество. Многие из вас меня поддерживали и поддерживают до сих пор. Спасибо вам большое за это. Благодаря тому, что вы нас поддерживали, вы приобретали у нас вещи, у нас получалось так, что ровно ту сумму, которую мы зарабатывали, мы ее вкладывали в производство просто для того, чтобы это циркулировало. Из 10 проданных футболок заработали там на 20 футболок и вот так далее, и так далее, и так далее. Причем ты не имеешь возможности чисто физически выдернуть какие-либо деньги вообще. Если ты выдернешь эти деньги, то производительность упадет, себестоимость изделия станет больше, и ты перестанешь зарабатывать вообще. Тогда этот весь круг сломается. И первый год у нас получалось так существовать. Производство должно расширяться, потому что в определенный момент, в начале как раз-таки этого года, мы довольно хорошо шли. Наша производительность росла, и мы наняли большее количество сотрудников, плюс ко всему отклаживали производство и так далее. И в целом у нас по продажам все хорошо шло. И как бы мы расширяли производство, ориентируясь на то, что как бы и продажи, и спрос, соответственно, на наши изделия будет расти. События этого года очень интересно повлияли на нашу деятельность. Я не хочу негативить в этом видео, я максимально хладнокровно отношусь ко всем этим ситуациям. Ситуации в жизни бывают всякие, причем хорошие, плохие, всякое случается. Нет смысла на это ориентироваться. Твой бизнес должен быть готов к любого рода неприятностям и так далее. Он должен устоять. Как бы то ни было, кто бы тебе еще не говорил, какие бы ситуации не происходили. В тот момент, когда мы нарастили производительность, у нас упали продажи. И это произошло вот как раз таки последние 2-3 месяца. То есть сентябрь, октябрь, ноябрь, вот эти вот самые интересные месяца. Наша целевая аудитория, она довольно самодостаточная с точки зрения финансов. Довольно дорогие изделия, ну, 4 тысячи за футболку, я понимаю, что это довольно дорого. Просто футболку какую-то ты условно купить, пошить или еще что-то сделать, ну, ты можешь в разы дешевле. Просто нам хотелось сделать качественно, нам хотелось сделать красиво, нам хотелось сделать уникально, и чтобы это было доступно не для всех, чтобы люди, которые приобретали наши футболки, в том числе и ценили их за то, что они и довольно недешевые, чтобы им было приятно их носить, в том числе и из-за того, что это дорогая вещь. До этого момента у нас все сходилось. Сейчас получается так, то что продажи у нас каждый месяц, август одна сумма, в сентябре еще на 15% упало, в октябре еще на 15% упало, и в ноябре еще на 15% упало. Было, допустим, 700, 600, 500, и вот сейчас в ноябре 400 тысяч. И чтобы вы понимали, все вот это время, когда вот у нас были не очень удачные продажи, я всячески болел за производство, старался его развивать всячески своими финансами, своими силами, и в те моменты, когда у меня не получалось закрыть все необходимые финансовые моменты на производстве за счет продаж бренда, я их закрывал за счет тех денег, которые я зарабатываю в сеансе. Все, не до завтра. Счастливо долететь и возвращайтесь. Обязательно. Спасибо большое. Увидимся. Девочки со мной прощаются. Я просто в Москву ноги спот лечу, как раз таки для того, чтобы зарабатывать деньги вот на все, вот эту вот ханалю. То есть я взялся за два разных бизнеса одновременно. С точки зрения какой-то перспективы, иметь свое производство для своего бренда, это максимально логично. То, что ты ни от кого не зависишь, потому что мы раньше заказывали вещи на аутсорсе у других производителей, и ни к чему хорошему это не приводило. Мы каждый раз страдали из-за качества, из-за сроков, из-за несоблюдения регламентов, из-за несоблюдения ТЗ. Именно поэтому мы приняли решение создать свое производство для своего бренда. И в целом, если бы не это производство, этот бренд так бы не развился, потому что благодаря тому, что производство обязывало нас каждый раз заполнять очередь, именно создавать вещи быстрее, создавать вещи сложнее, интереснее, создавать капсулы, чтобы это были не только футболки, толстовки и так далее. Именно благодаря этому и развивался мой бренд одежды, если можно его так назвать. Многие до сих пор называют его мерч. Я периодически на это обижаюсь, даже просто потому, что эта история уже давно вышла за пределы мерча. Мне удалось собрать внутри нашего бренда довольно большое количество художников, которые занимаются не только каллиграфией, но и другими крутыми видами творчества. Тут больше уже такая обособленная история получилась именно от художников для художников. Мне нравится, что мне удается, по крайней мере, вот именно собирать какую-то историю такую. Мне очень приятно, что вы нас поддерживаете. Вы не думайте, что я это просто так говорю. В те моменты, когда тебе нужно заплатить какую-то зарплату сотруднику, или там, не знаю, закрыть аренду, или еще что-то. Когда приходит заказ какой-то, допустим, там, на тысячу, на две тысячи, на четыре тысячи, именно вы, ребята, помогаете развивать нам это дело дальше. Мы всячески стараемся, чтобы вам нравилось то, что мы делаем. Потому что только именно так будет работать нормально вся вот эта история. Но к чему я это все говорю? Сейчас, из-за того, что большое количество мастеров, большое количество клиентов покинуло Россию, я никогда не жаловался на свои доходы. Мне все по доходам классно, но у меня не получается зарабатывать столько, чтобы полностью обеспечивать все вот эти вот недостающие суммы на производстве. А учитывая то, что я сейчас в Краснодаре аэропорт закрыт, и люди ко мне просто не могут прилетать. А раньше 90% клиентов моих в Краснодаре было как раз таки приезжие. У меня получается так, что я потихонечку погружаюсь в какую-то яму долговую. Хотя я никому ничего не должен. Единственный долг, который у меня есть, это определенная сумма денег Диме на боке за то оборудование, которое, соответственно, стоит на этом производстве, которое, соответственно, мы закупали вместе, на котором теперь пользуюсь я. Понимаю, что если ситуация так дальше пойдет, я буду вынужден закрывать производство. Как бы это грустно ни звучало, я бы очень хотел вести бренд одежды, дальше развивать его творчески. Но вся вот эта вот суета с налогами, с торговыми марками, с зарплатами, с арендами и так далее, просто убивает во мне творческого человека. Вы не представляете, насколько я не хотел никогда быть предпринимателем. Я хотел быть творческим человеком, который преуспевает в своем деле и благодаря этому хорошо зарабатывает. Вот этот ряд действий привел к тому, что я стал предпринимателем и причем не очень успешным. Сейчас, для того, чтобы мне выйти из этой ямы, у меня есть несколько вариантов действий, и я не совсем понимаю, как мне быть в этой ситуации. У меня есть вариант загрузить часть производства чужими изделиями, какими-то заказами, какими-то, допустим, историями с мерчом для татуировщиков или еще что-то. И в целом, загрузить производство это вроде бы реально, хотя хуй знает как, потому что мы никогда это не промотировали, толком не рекламировали и особо не позиционировали как производство для других людей, потому что хотелось именно создавать все для себя и чтобы производство вот именно работало только на развитии именно нашего бренда. Но по ходу придется. учитывая то, что мы маленькое производство, мы в некоторых моментах не конкурентно способны, потому что большинство людей, которые спрашивают цены на производство, они в первую очередь спрашивают цены, а только потом спрашивают, какого качества это будет футболка, какой принт будет, какой размер. Не одно почти производство, не делаешь алкографию на футболках, а два размера плюс. Большинство людей делают А3, это 30 на 40, мы же делаем 45 на 65, то есть это в 20 с лишним раза больше. Мы специально сделали такие печатные станки, печатные рамы для себя, чтобы делать большие пиздатые классные принты. По крайней мере, я знаю точно, что многие люди, кто начинает только свои пробы в рамках мерча, они пытаются на все максимально сэкономить, мы тоже так делали. Но зачастую получалось так, что из-за того, что мы сэкономили, мы получили хуевого качества товар, из-за чего мы не можем продать его вообще, потому что такое дерьмо никому не нужно. И именно поэтому как раз таки сделали производство. Другой вопрос в том, сможем ли мы найти заказчиков и типа убедить их в том, чтобы сотрудничали с нами. Потому что мы не готовы понижать прайсы, мы готовы предоставить производственные ресурсы, чтобы сделать вам круто, качественно и быстро. Со мной уже многие ребята работали. Ваня Фанста, Женя Гаятри, Лена Баски, фестиваль Urban Morphogenesis мерч заказывал, несколько раз причем. И все остались довольны скоростью, качеством и взаимодействием. То, как наши ребята-дизайнеры взаимодействуют именно менеджеры с художником, заказчиком. На это все нужно настраивать, на это все нужно время, чтобы вот этот подход показывать людям, рекламировать, именно рекламировать производство. И мне не совсем понятно, стоит ли вообще в эту тему пускаться, потому что если я разобью эту штуку, у меня возможно получится такая ситуация, что у меня не получится в какой-то момент шить свои изделия на своем же производстве, потому что будет стоять очередь. Это вот первый вопрос, что я у вас хотел бы спросить. Что мне делать? Стоит ли мне оставить производство для себя, для своего личного бренда, или перенаправить его на другие изделия, чтобы производство было производством, а бренд был брендом? Или идея просто его закрыть? Закрыть все, оставить чисто бренд, заказывать вещи где-то в Турции, возможно они будут чуть хуже качества, мне придется скорее всего ездить туда, контролировать, это опять пиздец начнется с каким-то качеством, но при этом целую кучу брендов производится и в Турции, и в Китае, и в России, и где бы то ни было, и им удается делать это качественно. Я уверен, что есть хорошие производства, я уверен, что их довольно много, и что все это решаем. Вопрос конкретно стоит по именно этому производству, что мне с этим делать. Та команда, которую нам удалось собрать, я очень этих ребят люблю, ценю, уважаю за их труд, за то, что они делают, и всячески старался им всегда помогать, никогда не обижал, и даже своих работников не штрафовал никогда. Мы просто всегда пытались, если случился какой-то косяк, пытались совместно найти какое-то решение. Мне бы не хотелось прощаться с этой командой, просто так, мне бы хотелось попробовать развить эту историю, но нынешние продажи не позволяют мне сделать это. Мы попробовали начать продаваться за границу, оно криво, косоно работает, но для того, чтобы нам развивать бренд на иностранную аудиторию, нам нужен инстаграм, потому что развиваемся мы там. Есть вариант развивать это все за рубеж, но проблема в том, что транспортировка и отправка именно из России, она довольно затруднительна. Тогда имеет смысл просто наладить производство в другой стране. Возможно, имеет смысл сделать это производство самодостаточным, чтобы снарядить его заказами, чтобы та классная история, та качественная история, которую мы столько лет создавали, она действительно дальше работала. Не совсем понятно, что делать, но что я решил для себя точно, что я конкретно буду переезжать, потому что я не могу существовать в Краснодаре больше, как самостоятельная творческая единица, потому что мне не хватает работы. Я не могу реализовывать здесь свои проекты по тем прайсам, которые были у меня долгое время. Я приезжаю в Москву, ставлю ценник в два раза больше, у меня запись сейчас уже чуть ли не на три недели, типа спокойно на каждый день набирается. Я понимаю, что в других местах, да даже в том же самом Краснодаре, я был бы более успешен, если бы не был закрыт аэропорт. С закрытым аэропортом существовать в Краснодаре с приезжими клиентами почти нереально. Скорее всего, мне придется переезжать. Вопрос в том, куда. В России я рассматриваю только Москву, потому что в других городах мне делать больше нечего. Я бы переехал в какой-то южный город, более крупный, чем Краснодар, но таких, к сожалению, нет. В Питер я переезжать не хочу. Мне как и город не нравится, так и погода не нравится, так и люди в этом городе. Не поймите меня неправильно, это чисто мое мнение, чисто мой опыт из личной жизни, поэтому питерца не обижайтесь, но каждый раз, когда я приезжаю в Питер, у меня запись там на пару-тройку дней только складывается. Не знаю, в Питере как будто это все как-то по-другому существует, для меня непонятно, я бы не хотел пока это понимать. Или же бросить все нахуй и переехать за границу. Меня уже полгода зовет Диман, что, чувак, в России делать нечего, будущего страны сильно большого нет, влиятельных людей с деньгами типа становиться будет с каждым годом все меньше и меньше в стране. Я отчасти согласен с ним, благодаря нынешним событиям все происходит именно так, как вы это видите, но я уверен, что в любом случае и людей с деньгами большего количества будет, в любом случае будет потребность закрывать именно татуировки в России. Поэтому то количество мастеров, которое уехало из России, оно по факту расчистило рынок и плюс-минус то на то и вышло. То есть все точно так же и существует, а то и даже лучше. Вопрос в том, стоит ли вообще мне, как творческой единице, освободиться от всего этого и начать новый путь в какой-то новой стране или просто стоит продолжить дальше развиваться в России, не совсем понятно. Первый вопрос как раз таки было мне, что делать с производством, а второй вопрос что же мне делать самому. Сидеть, ждать в Краснодаре у моря погоды, второе переехать в Москву и развиваться там, а там много хороших ребят и много хороших клиентов и так далее. Но при этом застраиваться, допустим, в рамках России. Либо стоит бросить все и на длительное время уехать куда-то за Бугор, потому что как я говорил уже во влогах с приключения Европы, ехать на непродолжительный период не имеет смысла. Минимум месяца на 2-3. А если я поеду месяца на 2-3, то я скорее всего и там так и останусь, потому что месяца 2-3 только уйдет на раскачку всех этих процессов, какой-то регулярной записи, поисков клиентов и так далее. Такие у меня к вам вопросы, такие мысли. Я не буду говорить про лайки, подписки и так далее. Я всячески стараюсь раскачивать ютубный канал наш. У нас уже почти 100 видосов. А, ну вот даже у нас уже за 100 видосов. И каждое видео в среднем обходится мне в 10 тысяч рублей. Итого. Я бы хотел оплатить Андрюхе больше, но просто еще больше на данный момент я не могу себе позволить, потому что для того, чтобы ютуб развивался, нужно 5-6 роликов в месяц. 50-60 тысяч еще раз на это выделять. Это минимум 50-60 тысяч. А если ты куда-то едешь, допустим, надо брать Андрюху с собой. Нормально его кормить, чтобы он ел не бич-пакеты. Просто хотя бы поспать не в однокомнатной какой-нибудь комнатушке в подвале, а просто в нормальных условиях там и так далее. Я не прибедняюсь, как бы это больше в шутку. Это требует вложений. Если вы прикинете суммарно, то в ютуб я уже вложил больше миллиона рублей и получил за это 16 тысяч подписчиков. Вроде бы мало с одной стороны по цифрам, потому что у того же самого Дима на блоке там 150 видосов и у него 200 тысяч подписчиков. Но при этом, при всем, те 16 тысяч, которые со мной, они ко мне максимально лояльны, они меня понимают, они меня поддерживают и мне очень приятно, что вы до сих пор со мной, то что вы меня смотрите. Но сейчас я хотел бы попросить у вас совета. Мне не нужны от вас лайки сейчас, хотя было бы приятно, конечно, подписки, колокольчики и так далее. Но мне нужно сейчас от вас совета. Что мне делать с производством, что мне делать со своей творческой деятельностью, что мне делать со своей жизнью вообще, потому что стоит ли раскачивать YouTube, стоит ли переезжать, стоит ли оставаться. Я думаю, что у многих из вас такие же вопросы. Пишите в комментариях, что думаете. Я буду рад в любом случае почитать, пообщаться. Это для меня очень важно. Все. Обнял. Всех Бог. Субтитры сделал DimaTorzok